Тем временем в Одессе расцвел укроп. Фестиваль украинской культуры под таким названием стартовал в нашем городе. На нем выступают десятки певцов, поэтов и музыкантов. Также свои работы представили мастера хендмейда, живописи и фотографии. На открытие праздника отправился Андрей Цыганку. Хочу свободу тебе дарить, мы все свободу не можем не любить. Слава Украине, слава, слава. С песни группы «Цирк. Слава Украине» началась музыкальная часть фестиваля, которая обещает быть самой обширной и разнообразной. Еще до своего выступления мультиинструменталист Алексей Кабанов вызвал удивление и восторг публике. В его распоряжении самые разнообразные инструменты древности – цимбалы, лиры, тангури и многое другое. Каждый день – новая программа. Первый день – европейскую культуру, то есть европейское средневековье. Второй день – это будет восточная культура, ну такой лаунж музыка восточная. И третий день у меня будет такой общий world music, то есть там будет и представлена культура Востока, Запада и Украины. Еще на фестивале можно нарядиться в футболку с укропом, купить сумку, украшения, книги, посуду с украинской росписью и игрушки ручной работы. Все деньги, вырученные от продажи, пойдут на лечение раненых в зоне АТО солдат. Также возле сцены и в других местах разместили коробки для пожертвований. Сплотить людей и помочь – вот главные цели укроп-феста. Украина – это светлое будущее. Украина – это собственный путь. Украина – это то, что нам надо любить. Это наша мать. Доказательством тому плотный график фестиваля с литературными посиделками, кинопоказами, спектаклями и мастер-классами по гончарному и художественному искусству. В вышиванках на фестивале не только люди, но и собаки. Знакомьтесь, художественный символ фестиваля – такса Ева. Она сразу привлекла внимание гостей фестиваля, так же, как на Приморском бульваре в День независимости. Очень многие хотят с ней сфотографироваться. Мне эту идею подавали еще на бульваре. Почему вы деньги не берете за фото? Я говорю, что вы, радость денег не стоит. Я не хотела ничего брать. Мне просто радовалось, что всем приятно с ней сфотографироваться. Но поскольку наш фестиваль направлен не на то, чтобы мы здесь веселились и развлекались, а на то, чтобы собрать какую-то определенную сумму, какие-то деньги, какие-то средства для лечения наших бойцов, которые защищают нашу страну, то и Ева тоже подключилась. Ева работает фотомоделью. Укропфест продлится до 7 сентября. Присоединяйтесь. Андрей Цыганко, Алексей Филиппов, 7 канал.